здравствуйте здравствуйте мои дорогие гости и подписчики меня зовут ирина вы на моем канале добро пожаловать сегодня хочу поговорить с вами о спицах крючках и полезных мелочах для вязания многие начинающие просто не знают что это такое для чего это все нужно и как это облегчает наш вот такой вязальный процесс покажу вам то чем пользуюсь сама и расскажу о том от чего можно и отказаться давайте разберемся вместе инструменты для вязания ну конечно самое основное это спицы и крючки хотя сейчас выпускается огромное количество приспособлений для вязания в основном это лом и но я вам честно скажу я ломами не вижу потому что ну нет связи с космосом не понимаю я этого я вижу спицами крючком об этом поговорим спицы могут быть самые разные ну вот такие вот прямые например мои самые вообще первые спицы это были спицы выломанные варварским способом из колеса велосипеда за что я получила от родителей до сих пор помню но не было тогда возможности купить спицы даже самые простые поэтому вот пользовались тем что под рукой было сейчас у меня спит много я думаю это не предел потому что каждым годом выпускаются все новые и новые производители нас балуют все очень удобно все очень хорошо вот такие прямые спицы они могут быть из различных материалов и различной длины и различного диаметра то есть под каждую ниточку свои вот такие вот спицы это у меня металлические спицы бамбук пластик ну и опять пластик есть еще покрытые тефлоном чем мне не нравятся прямые спицы ограниченное количество изделий можно из них вязать потому что большую вечно на прямых спицах коротких вот таких коротких не свяжешь тяжело держать то есть есть еще спицы на жгутиках сейчас практически все вяжут спицами на жгутиках это не потому что вяжут все круговым способом изначально это они для этого конечно придуманы чтобы вязать по кругу просто удобно большое изделие вязать она лежит на жгутики и рукам не тяжело то есть вот круговые спицы на жгутиках они тоже бывают все разные разные это может быть и металл на жгутики пластиковым полиэтилен это может быть и бамбук на жгутики металлическом и это может быть и бамбук на жгутики вот таком пластиковом сейчас производители изощряются как могут, борются за покупателя. Конечно, самая ценовая политика китайская, естественно, но Китай, Китай и рознь. Вот эти вот китайские спицы фирмы Хобби Про, они производятся в Китае, но на фабрике. Поэтому, конечно, они лучше, чем Китай кустарный. Все мы это знаем. То есть, вот такой вот жгутик, он гладкий, на нём нет никаких вот царапин, ничего нет. И он практически никогда не ломается. Да, конечно, бывают моменты, и это может сломаться. Но тут уж ничего не поделаешь. Тут и человеческий фактор, и брак бывает. Но зато вот они очень удобные. Но у этих спиц, у Хобби Про Китая, к сожалению, только 100 сантиметров. Вот когда мы меряем спицу, нужно начинать мерить от начала спицы до конца спицы. И вот это всё будет 100 сантиметров. Потому что очень многие приходят и спрашивают, вот мне спицу со жгутиком 100 сантиметров. А я вот померил, а вот тут не 100. Нет, моя хорошая спица меряется от спицы до спицы. Конечно, плюс-минус там сантиметров, всё это понятно. Это опять же и человеческий фактор, и машины, и у каждого, наверное, производителя, может, там, свои линейки. То есть, вот спицы на жгутиках, на металле, на полиэтилене. Вот фирма «Адди», самая, наверное, популярная в России, это немецкая фирма, конечно, здесь качество уже получше. Но хочу сказать, что у меня встречались спицы, которые вот через несколько изделий вот тут начинали цеплять. Это очень бесит. Просто вот хочется эти спицы выкинуть. Хотя «Адди», ну, редко-редко, но бывает. И у «Адди» есть разные спицы. Спицы обычные, классические. И спицы, вот такая золотая серия, с утончённым кончиком. Это очень-очень удобно, когда мы вяжем тонкой пряжей. Потому что подцепить тонкую пряжу толстой спицей не всегда это удобно. Ну и, конечно, у фирмы «Адди» есть спицы со съёмными лесками. Это тоже очень-очень удобно. У меня в «Адди» со съёмными нет, у меня есть «Прим». Это тоже немецкая фирма, но она шикарна, шикарна. Это ламинированная берёза. Спица здесь откручивается от лески вот таким вот образом. И я могу любую другую лесочку разной длины на эту же спицу накрутить. Чем ещё мне нравятся вот эти наборы со съёмными лесками? Потому что в каждом наборе, независимо от производителя, будь это «Прим», будь это «Адди», будь это «Гловер», всегда в наборах есть вот такие закрывашечки на спицу. Потому что, когда я свяжала какое-то изделие, и мне нужно спицу поменять, я вот такое, например, большое изделие, вот у меня тут огромный свитер, я его вязала от горла. Когда я дошла до линии, вот сделала уже всё, рукав, мне нужно этот рукав скинуть. Обычно мы скидываем на что? Либо на булавку, либо на нитку, либо завязываем. Если мы завязали, то нам потом это не померить. А здесь, вот я, значит, скидываю, вот здесь я ещё вяжу, а здесь я уже скинула на дополнительную лесочку и закрыла их закрывашечками. Всё, у меня петли никуда не убегут, им никуда не деться. Вот это очень удобно в этих наборах. К сожалению, наши производители делают, делает гамма уже такие вещи, но всё-таки не всё там проработано. Конечно, эти наборы Адди, Прим и Гловер удовольствие не из дешёвых, потому что если, например, мы возьмём спицы вот такие вот Хобби Про, это порядка, ну, 120 рублей в среднем. Если мы берём вот такие спицы гамма, у гаммы чем хорошо? У них жгутик есть и 40 см, и 60, и 80, а вот эти вообще 120, огромные. Это очень удобно для работы. То есть вот гамма, она тоже будет стоить рублей 120-150. А вот уже Прим, вот такие спицы, они будут уже стоить от 400 рублей, в зависимости от диаметра самой спицы. Ну и Адди, конечно, они тоже не дешёвые, порядка 400 и выше. То есть вот цены, конечно... Цены кусаются, цены кусаются, ничего тут не поделаешь. То есть это вот мы о спицах. Спицы носочные, опять же, они все самые разные. Есть и металл, есть и тефлон, есть и бамбук, есть и берёза. Тут кому что нравится. Здесь почему вот я хочу сказать, что разные материалы для спиц, это не потому, что все изгаляются, так скажем. Просто для каждой нитки бывает иногда нужна разная спица. Вот в прошлом году, когда я начинала работать с итальянским махером на шёлке, я начала работать им на металле, и я измучилась, я перепробовала разные спицы, пока, наконец, не пришла к бамбуку. То есть вот некоторые тонкие нитки, особенно махер, они скользят по металлу. Поэтому на дереве ими удобно вязать. Вот это что касается выбора, из чего спицы. Это не просто так. Это всё нужно подбирать под нитку. То есть вот спицы. Крючки. Крючки то же самое. Выпускаются разными производителями совершенно из разных материалов. Крючки деревянные, крючки пластиковые, крючки металлические, крючки с тефлоновым покрытием. У крючков всегда нужно смотреть вот эту вот головку. Хваталку, как я её называю. Мне нравятся очень крючки пони. Индийская фирма. Очень нравятся. Потому что у них очень хорошая хваталка домиком. Вот таким вот. То есть и маленькие размеры, и большие очень удобно хватать. Потому что вот, например, крючок примовский, металлический, у него хваталочка уже не такая. Конечно, под тонкую ниточку. Ну, конечно, каждый выбирает для себя. Всё то, что я сейчас говорю, это вот сугубо моё личное мнение. Потому что мне нравятся крючки с вот такой вот глубокой головкой и хорошей хваталкой. Легче зацеплять. Это вот по крючкам. Крючки, конечно, и деревянные. Сейчас все буквально повешены. Ну, не все. Многие помешаны на крючках Glover с эргономичной ручкой и Addi. У меня их нет принципиально. Во-первых, я считаю, что это неоправданно дорого. И я вполне могу справиться с крючком вот таким вот индийским по цене от 80 рублей. Поэтому... И ещё тут вот какая вещь. Крючки. Видите, у меня все крючки без ручек. Есть крючки с ручкой. Я не пользуюсь крючками с ручкой. Мне это просто неудобно. Здесь нужно понять... Люди, когда приходят и спрашивают крючок, нужно понимать, какой крючок вам будет удобнее. Потому что в основном все держат крючок классическим способом. Вот так, как ручку. Я держу крючок вот так, как спицу. Я так привыкла, мне так удобнее. Поэтому у меня крючки без ручки. Вам нужно, если вы начинаете вязать крючком, попробовать и так, и вот так. И уже потом для себя решить, как вам будет удобнее, что для вас комфортнее. Потому что вот все крючки Адди и Гловер с эргономичной ручкой, там, вы знаете, ручка вот такого диаметра. Не всем удобно это. Поэтому не гонитесь, пожалуйста, за модой. Попробуйте для себя и решите, что вам удобнее, чем вам легче заниматься этим. Потому что вязание крючком – это физически достаточно тяжелая работа. Крючок натирает пальчик, мозоли и вот такая вот песня. Это мы о крючках и спицах. Теперь мелочи, которые нам помогают в вязании. Вот такие линейки для спиц и крючков. Для чего? Например, много-много у меня линеек. Много-много у меня спиц. Какая она? Она может уже стереться, вот эта надпись. Поэтому мы вот берем линеечку и проверяем, какой номер у меня. Вот у меня тут 4. Ой, и правда, 4. То есть вот если у нас много и стерлись уже опознавательные знаки, вот такая линеечка для нас необходима, чтобы навести, во-первых, порядок, во-вторых, выбрать нужный нам диаметр спицы либо крючка. То есть вот линейка, я считаю, это не баловство, это нужная вещь. Это нам надо. Счетчик рядов. Счетчики рядов бывают разные. Бывают вот такие вот электронные, а бывают вот такие, которые мы надеваем на спицу. И, конечно, ни один счетчик для рядов не работает сам по себе. Его нужно прокручивать. То есть пальчиками мы все равно производим работу. Нам надо не забыть провернуть. Потому что очень многие думают, что если счетчик рядов повесим на спицу, он там сам считает. Нет, уважаемые, это не так. Мы работаем сами. То есть вот такие счетчики петель удобно повесить, конечно, на спицу. Почему нет? Ну, лично мне больше нравятся счетчики рядов вот такие электронные. То есть электронный счетчик. У него там солнечная батарейка. Мы можем его надеть на пальчик, застегнув вот такой вот ремешочек. Либо положить на стол, либо с собой взять кому как удобнее. То есть мы вот нажимаем на кнопочку. Другая кнопочка – это кнопочка сброса. То есть провязав ряд, я нажимаю, нажимаю, нажимаю. В этом счетчике еще что мне очень нравится. Вот я сегодня вяжу и ушла куда-то по делам. Может быть, 2-3 дня не подхожу к этому изделию. Здесь циферка гаснет. На следующий день, через день, я включаю его, и у меня включится та же самая цифра, то, что у меня осталось. То есть я не забуду. Мне не нужно как раньше записывать на бумажке, что я оставила вот эту свою работу на 15-м ряду. Вот это очень удобно. Вот это я тоже считаю небаловством. Это тоже очень нужно. Любой счетчик рядов, он облегчает нам жизнь. Потому что записывать на бумажке – это не всегда удобно. Все равно ведь забывается. Вот это тоже я считаю небаловством. Это надо. Дальше. Вот такие булавки для снятия петель. Если мы говорим о том, что нам надо снять петли, просто снять петли, вот как, например, пройму снять, можно пользоваться вот такими булавками. Для вязания коз, там для вязания коз есть еще одни булавки. Это тоже подходит. То есть петли съемные булавки, это называется. Они тоже бывают разных производителей и из разных-разных материалов. То есть они есть и большие, и маленькие. Для коз есть еще вот такие вот булавочки. Они есть уголком, а есть вот такой вот скобочкой. И есть вот такой вот петелькой. Для каждой косы, для каждого изделия разные булавки бывают удобные. Мне нравятся булавки, если я вяжу косы, вот такой скобочкой. То есть когда петли я снимаю сюда, они никуда не убегают. Ну вот это уголочком тоже ничего, но мне все-таки больше нравится вот такая скобочкой. Для вязания коз и аранов вот эти булавки необходимы. То есть это тоже, тоже необходимо, нужная вещь. И очень-очень нужная вещь это вот такие вот закрывашечки для спиц. Если я там вяжу чего-то, я вот так вот закрыла, оставила, и у меня никуда это не денется. Опять же, вернусь к своему огромному свитеру. Вот, значит, я закрыла спицы, и у меня петли со спиц никуда не денутся. Очень удобно в транспорте. И вот когда вот такая большая вещь, чтобы не потерять петли, я закрыла, закрепила, и все. У меня они никуда не денутся. Они тоже бывают разных диаметров. Кому что удобнее. И разных производителей. Это выпускают все. От Китая до Гловера. Единственное, что ценовая политика разная. Вот это тоже очень удобная вещь. Теперь, значит, маркеры. Маркеры бывают разные. Маркеры для того, чтобы отметить петли или маркеры для кругового вязания. Вот такие маркеры, которые закрываются. Ну, и эти тоже можно использовать. В основном они используются для кругового вязания, чтобы обозначить ряд. Потому что, когда мы вяжем по кругу, вот, значит, вот видите, вот у меня опять закрытые спицы, никуда ничего не денется. Вот, значит, я вяжу такую вот ковтюлечку с круглой кокеткой. Я вяжу ее по кругу. Значит, мне нужно знать, где у меня начинается ряд. То есть, вот этот маркер мне служит для того, чтобы обозначить начало ряда. он мне необходим. Конечно, можно пользоваться там контрастной ниточкой. Можно нарезать какую-то трубочку пластиковую для того, чтобы вот это вот обозначать. Да, можно это заменить этим. Но они стоят, я вас уверяю, копейки, если это брать китайское. Поэтому здесь нет таких больших расходов. Но вот эти вещи, особенно для кругового вязания, они необходимы. Потому что, если я вяжу по кругу и потеряю ряд, то мне потом будет очень тяжело рисунок восстановить. То есть, вот эта вещь нужная. Маркеры для того, чтобы просто отметить какую-то петлю. Там в описании у вас сказано. Там, отметьте маркером первую, там, двадцатую петлю. Так, зря убрала. То есть, вот, мы открываем маркер, он как булавочка. Мы зацепляем петельку, закрываем ее, чтобы она не потерялась. И вот у нас петля отмечена. То есть, потом, впоследствии, нам эта петля нужна будет для каких-то расчетов. То есть, вот эти вот маркеры, это тоже очень-очень нужная вещь для вязания. Иголки. Иголки для сшивания изделий. Конечно, они очень важны. Иголки бывают пластиковые и металлические. Самое главное, если это металлическая иголка, чтобы у нее был носик тупой, чтобы не испортить нам наше изделие. Видите, у них ушки у всех большие, у этих иголочек. Носики тупые. И носики могут быть и прямыми, и вот такими скошенными. Это, опять же, для того, чтобы было удобно цеплять петельку, зашивать. Вот эти вещи можно поменять на обычную иголку для вышивки, толстенькую, гобеленовую. Она тоже тупая, у нее тоже толстая ушко, и она не испортит наше вязаное изделие. Это тоже полезно. Но можно заменить чем-то. Здесь уже вот на ваше усмотрение. Это вот, вот это основные, основные наши вязальные помощники. Все остальное, что бы нам не предлагал производитель, и там счетчики супер-пуперские не только с обозначением количества рядов, но и с датой, с часами. Это все уже как бы по вашему выбору, надо или не надо. Основное нам нужны спицы, нам нужны маркеры, линейка, да, счетчики рядов, да. Все это очень важно. От фирмы-производителя, ну, здесь тоже, конечно, хочется вязать хорошими инструментами, конечно, хочется фирму Ади или Гловер, но Гловер японская, она вообще не подъемная по ценам. Можно это и заменить, можно связать и китайскими спицами, что никто не придерется. Главное, это все равно это руки, а не инструменты. По инструментам что еще хочу сказать? Вот такие вот щеточки для начесывания махеровых, например, изделий. Можно пользоваться пуходеркой, но если у вас нежный махер, особенно итальянский, можем повредить. Поэтому вот такая вещь, она нужна, казалось бы, но можно от нее и отказаться. Здесь уже на выбор. Что касается еще некоторых аксессуаров, есть огромное количество вещей для хранения спиц и крючков. Это и пластик, это и ткань, это какие-то футляры совершенно непредсказуемой формы и видов. Я пользуюсь вот таким футляром. Мне он очень нравится. Вот такой. Здесь вот кармашки, где лежат спицы. Ну, этот футляр у меня не единственный, у меня еще коробки три обувных, где у меня лежат спицы. Но здесь, опять же, кому что удобнее. То есть, вот такие футляры, да, они удобны для спиц. Но, видите, у меня-то они все скрученные и лежат. А правильно бы поставить их в пакетиках и написать, кто где. Но это уже отнимает очень много времени. То есть, вот футляры для хранения спиц, они нужны. Потому что, когда в порядке все лежит, конечно, приятнее работать. Очень полезный аксессуар для вязания, я считаю. Вот такая вот вещь, я ее называю пеньком. То есть, вот такая сумочка, куда можно положить клубочек и дырочка, из которого ниточка торчит. То есть, вот так вот он застегивается. И там клубочек чистенький и ровненький. Особенно удобно в транспорте. Я езжу в электричках, мне очень удобно. Я его положила в сумку, сюда входит до трех клубков, вот таких вот стандартных 100-граммовых. И я очень удобно, я оттуда достаю ниточку, она у меня тянется и тянется. Клубочек не болтается, не мотается, не падает на пол. И кошка моя его не дергает. Вот это удобно, мне нравится. И вот это я тоже советую, потому что, ну, удобство в нашем деле. Так, раньше, ой, в советские времена были вот такие вот футляры. Но этот футляр можно использовать только для круглого клубка. Но раньше ведь вся пряжа продавалась в пасмах, поэтому мы ее перематывали, сажали кого-нибудь на руках, либо на табуретку переворачивали. Вот это вот удобно, да, тоже клубочек не болтается, не укатывается и не пачкается. Это удобно. Сейчас тоже есть такие вот футляры такого типа, пластикового, но они чуть побольше. Ну, у меня вот он доисторический уже, но я его храню. Это тоже очень-очень-очень удобно. Вот такие вот мне лично помогают в вязании вот такие вот нехитрый набор приспособлений. Конечно, этих мелочей огромное количество сейчас выпускает производитель. Но, во-первых, по цене не каждому подойдешь. Во-вторых, опять же, надо ли это вам, лично вам? Если вы не планируете вязать много и часто, может быть, вам хватит каких-то стандартных наборов спиц и крючков. Возможно, вам не нужно будет огромное количество там и маркеров, и спиц для снятия. Но, если вы хотите этим и планируете этим заниматься и дальше, подумайте о этих мелочах. Вот такими мелочами полезными я пользуюсь в своих повседневных вязалках. Я думаю, что у многих у вас это есть. У кого этого еще нет и кому это понадобится, кто понял, что ему это необходимо, я уверена, что в любом рукодельном магазине вы это найдете. Но вы теперь будете знать, для чего это. Зайдите, посмотрите, пощупайте, потрогайте, определитесь с тем, что лично вам удобнее. Ну и, конечно, цены. Нас всегда останавливают цены. Наша жаба с нашим хомяком борется каждодневно. Поэтому я хочу сказать, обратиться к нашим друзьям, близким, родным, любимым. Пожалуйста, у всех у нас бывают дни рождения, Новый год, какие-то даты, в которые вы хотите сделать нам подарок. Подарите нам вот такие мелочи. Подарите нам не мелочи, какой-нибудь дорогой набор спиц, очень удобный, очень крутой, который поможет нам в каждодневных наших вязалках, который облегчит наш труд. Потому что, например, если говорить о таком наборе в Примовском, ведь эта спица такая короткая, не просто так. Производители недешевой вот этой продукции, они же продумывают всё. Вот видите, она чётко, спица встаёт в сустав. Когда мы вяжем много и часто, у нас болят ручки. Подарите нам хорошие спицы, и наши ручки скажут вам спасибо. Поэтому я призываю всех, не говорите нам, что мы много денежек тратим неизвестно на что. Спросите нас, для чего это, почему это, и почему именно этот набор, почему именно эти спицы. У нас с вами появится общая тема для разговоров. Я уверена, вы с вашим родным, близким человеком станете на этой почве ещё ближе и ещё роднее. Капельку внимания, а мы вам ответим с нашим, с нашим уважением и ещё больше любовью. И свяжем вам всё, абсолютно всё. Поэтому вот такие вот мелочи нам нужны. И особенно нам нужны не мелочи, ваше внимание. Поэтому, пожалуйста, оставляйте комментарии. Если есть какие-то вопросы, пишите. Что-то знаю, расскажу. Если я чего-то ещё не знаю, я найду информацию и всё равно вам расскажу. Впереди нас ждёт много-много интересного. подписывайтесь на мой канал. Не забывайте заходить, смотреть, обсуждать. До новых встреч! До новых встреч!